Девушки отдыхают Это важное для того, чтобы научить ищущего человека по имени Феофил. Мы с вами подошли к большому вопросу, к великому вопросу, который задали ученики Иисусу Христу. Мы говорили с вами о том, что этот вопрос чрезвычайно важен в истории Церкви, потому что от него пошел великий спор, разделяющий евангельских христиан, христиан, действительно верующих, доверяющих Библии. Вопрос вот в чем. Каково будущее Израиля? То есть, каково будущее израильского государства, израильской нации? Или, другими словами, что такое духовный Израиль? Из кого состоит духовный Израиль? Вот как выглядит расстановка сил в этом споре. Большинство христиан, и уж точно большинство ученых или образованных христиан считают, что нация Израиля, израильское государство, или этнически, или политически организованный Израиль не имеет никакого будущего в Божьем замысле, в Божьем плане. И что все обещания, данные государству Израиль, перенеслись теперь на церковь, на новый Израиль, на духовный Израиль. Следовательно, нам незачем ожидать, и нам незачем думать о политическом существовании государства Израиль, или о будущем Израиля. Это взгляд большинства. Это взгляд настоящих евангельских ученых. Взгляд меньшинства евангельских христиан сводится к тому, что обещания, данные Израилю, были безусловными, что Бог исполнит их более или менее буквально в будущем, что будет национальное покаяние, обращение Израиля, и обещания эти полностью выполнятся, исполнятся таким образом, что и церковь не пострадает, и церковь не будет уничтожена, и Израиль покается. И с той и с другой стороны есть очень сильные и убедительные аргументы. К вам могут приезжать другие учителя, вы можете слушать других учителей, других христианских служителей, которые придерживаются взгляда большинства. Скорее всего, вы именно таких учителей будете слышать. Математически это более вероятно. Однако я с меньшинством, я верю, что будет национальное покаяние, национальное обращение Израиля. Я верю, что Бог исполнит обещания, данные Израилю, уже здесь, на земле. Одно из самых сильных оснований для моей веры мы находим в Деяниях апостолов первая глава. Иисус несет служение на протяжении 40 дней после Своего воскресения. И в это время, как мы уже с вами говорили, все Его служение для верующих людей. Что же произошло во время этого служения за 40 дней? Лука говорит нам в 3 стихе о том, что в это время, в эти 40 дней, Он говорил о Царстве Божием. Давайте поймем вот что. Для иудеев первого века на первом месте был вопрос, когда мы изгоним римлян, когда подлинные наследники Давида установят Царство Давида, когда мы будем независимыми, когда мы будем управлять своими собственными делами, когда мы будем превознесены превыше всех народов. И об этом мы с вами сегодня тоже будем говорить. Так вот, на протяжении 40 дней служения по воскресению Иисуса Христа, именно об этом и говорит Иисус. И в конце этих 40 дней служения у них остался всего один вопрос. И этот вопрос мы находим в 6 стихе. Господи, не в сие ли время восстанавливаешь царство Израилю? Если большинство ученых правы, то почему они задаются именно таким вопросом? Почему они об этом спрашивают? Неужели Иисус им до сих пор не сказал, так, ребята, Израиль отставляем в сторону. И как политическое образование, как национальное образование, теперь, ребята, будет новый Израиль. И называется он церковь. Обо всем остальном вам, ребята, пора забыть. Если 40 дней они уже об этом говорили, то почему такой вопрос возникает? Люди, которые считают, что у Израиля больше нет будущего, что об Израиле можно забыть, что все теперь перешло на церковь, эти люди говорят, что, ну вот, ученики были просто неразумными, глупыми, непонимающими, до учеников просто не доходило, Иисус им говорил, говорил на них и не доходило. Потом, когда Дух Святой сойдет на них через 10 дней, вот тогда они все поймут. Ну что же, неплохое рассуждение, но есть одно но. Этот аргумент, это рассуждение может быть частично и объясняет, почему ученики задают такой вопрос. может быть частично, но даже если так, это рассуждение говорит о том, что ученики неразумными были и так далее. Даже если это так, это рассуждение не объясняет, почему Иисус так отвечает на их вопрос. Иисус ведь им не говорит, ребята, вы что вообще, с ума сошли, вы разве меня не слушаете, я вам неоднократно говорил, что не будет царства Израиля, ничего не будет, Израиль тут уже ни при чем, Израиль не удел. Давайте, ребята, вы все-таки будьте внимательнее. Ничего подобного Иисус им не говорит. Вместо этого в седьмом стихе Он им сказал не ваше дело знать времена или сроки, которые Отец положил в Своей власти. Он не говорит, что задаете вы, ребята, абсурдный вопрос, бессмысленный вопрос, вы ничего не понимаете, вы не понимаете будущего. Нет, ничего такого Он им не говорит. Он им говорит, не ваше дело знать времена и сроки. Вот время, когда это произойдет, это не ваше дело. Несколько рассуждений на эту тему. большинство сторонников того, что у Израиля есть будущее, будет политическое восстановление Израиля, будет исполнение обещаний данных Давиду и других обещаний Израилю, и будет обращение Израиля, покаяние Израиля. большинство людей, которые в это верят, хотя мы, конечно, в меньшинстве эти люди, нас называют премиленеалистами. Так вот, мы обычно оправдываемся и оправдываем все, что делает современное государство Израиль. Израиль может делать все, что угодно, а мы говорим, это Божий народ, Бог дал им эту землю, и наше дело поддерживать Израиль, наше дело защищать Израиль, наше дело быть на их стороне, в любых конфликтах с палестинцами, с арабами, с мусульманами, в которых оказывается Израиль. С другой стороны, те, кто не считают, что будущее есть у Израиля, готовы осуждать Израиль, они готовы говорить о том, какие преступления совершает правительство Израиля. Я лично считаю вот как. Если рассматривать Израиль с точки зрения светской политики, то претензии Израиля на землю вполне обоснованной. Давайте спросим себя, как государства получают землю? Как народы получают землю? Как Соединенные Штаты Америки получили землю? Мы переубивали индейцев. Мы украли их землю. Как Российская империя дошла до Тихого океана? Россия начиналась с Московии, с маленького княжества и за несколько веков расширилась до Тихого океана. Как? Через завоевание, выгнав людей, которые там жили. Извините, но это правда. Таким образом расширяются территории государств. Так было у Соединенных Штатов, так было у великого российского государства. Мы говорим, но это же израиль купил эту землю у местных людей, у местного населения в начале 20 века. Израиль заплатил немало денег за эту землю. А потом, когда Израиль стал государством, на него нападали. Потом, в 1967 году, на него готовы были снова напасть. И Израиль присоединил к себе еще территории. Израиль куда более цивилизованная страна, чем другие государства Ближнего Востока. Но это политическое рассуждение. Это светское рассуждение. А я-то здесь не для того, чтобы о политике говорить. Я здесь для того, чтобы Библию преподавать. Но хотелось мне все-таки это затронуть. Насколько я понимаю, если смотреть на вопрос только со светской, с политической, с исторической точки зрения, и забыть о Библии, то претензии Израиля на землю вполне обоснованы. Но вот что забавно, и вот в чем я отличаюсь в своих воззрениях от многих моих коллег, если задуматься о Библии, а мы не можем о ней не задумываться, если посмотреть с точки зрения Библии, с точки зрения Божьей, тогда у Израиля нет ни малейшего права на эту землю. Израиль должен отдать эту землю. Израиль должен уйти из этой земли. Почему? Потому что они хотят царства, хотят получить царство без царя. Но не может быть царства без царя. Израиль имеет право на царство только если он будет покорен, послушен царю. Если он поклонится царю, если он скажет «Ты наш царь, мы твои поданные». Если задаться вопросом кому принадлежит святая земля? Кому принадлежит Палестина? Палестинцам или израильтянам? Ответ «Она принадлежит царю». Она принадлежит Христу. Христос даст ее своим последователям. Возможно, это весьма противоречивое утверждение. Возможно, со мной мало кто согласится. Я просто скажу вам сказать «Слушайте, я ваш учитель на сегодня. Я представляю вам свои воззрения на эту тему». Итак, Иисусу задают вопрос «Когда ты возвратишь, восстановишь царство?» Он говорит «Не ваше дело знать времена». Но вот что нам нужно из этого вынести. Иисус обличает учеников за то, что их так волнует времена и сроки. Кстати говоря, такие обличения мы находим неоднократно в Новом Завете. Если вы меня спросите, когда придет Христос, когда придет Господь, я скажу «Я знаю когда». Так когда же? Тогда, когда мы меньше всего его будем ожидать. Вот именно тогда он и придет. Потому что Иисус сказал, что он придет, когда вы и не знаете, когда вы и не думаете. Он придет, когда мы меньше всего его ждем. Он придет, когда мы потеряли бдительность. 22 года назад вышла книга, которая стала бестселлером в Соединенных Штатах Америки. Книга эта называлась так «88 обоснований восхищения церкви в 1988 году». 88 причин, по которым церковь будет восхищена в 1988 году. Тогда пророчествовали, что в сентябре 1988 года церковь будет восхищена. Кстати говоря, обычно говорят, что Христос придет за церковью в сентябре, потому что в сентябре праздник труп, потому что в этот праздник никакого большого события до сих пор не было, потому что, допустим, Пятидесятница соответствует большое событие, Пасхе соответствует большое событие, а вот праздник труп, когда Архангел вострубит, когда протрубит труба Господня, никакого события в этот день еще не было. Поэтому часто говорят, что именно в этот праздник он придет. Я говорю, нет, не может такого быть, потому что вы уже назвали день, а день называть нельзя. Но как бы то ни было, один мой знакомый позвонил мне тогда в июле восемьдесят восьмого года, и он меня спрашивает, что ты думаешь о книге «88 причин пришествия Иисуса Христа?» Я говорю, я скажу тебе, знаешь, когда об этом? Я тебе скажу об этом в восемьдесят девятом году, что я об этом думаю. Ну, а книга эта тогда многих заставила чувствовать себя неудобно, когда день этот пришел и ушел. Иисус напоминает нам в седьмом стихе «Не ваше дело знать времена и сроки». Это не значит, конечно, что нам не нужно думать о пророчестве, не надо думать о пришествии Иисуса Христа. Надо, обязательно надо. Кстати говоря, напротив, есть смысл задаваться вопросом «Если Христос придет сегодня, если я знаю, что Христос придет сегодня, то как я должен жить сейчас, до Его пришествия?» И этот вопрос важно задавать себя постоянно, каждый день. Тогда наше поведение изменится, тогда мы будем вести себя по-другому. Если бы я знал, что Христос придет сегодня вечером, как я ввел бы себя сегодня днем? Не забывайте об этом. Но предсказание делать нельзя. И не стоит так уж заботиться о том конкретном дне. вот о чем увещевает Господь. Вот о чем предупреждает Господь. А затем Он дает им великое обещание. Восьмой стих, Деяние 1.8. Это ключевой стих во всей книге, причем по многим и многим причинам, по целому ряду причин. Посмотрите в Библии. Иисус говорит следующее. «Но вы примете силу, когда сойдет на вас Дух Святой, и будете Мне свидетелями в Иерусалиме и во всей Иудее и Самарии и даже до края земли». Это важно в частности потому, что перед нами последние слова Иисуса Христа перед Его Вознесением, перед тем, как нога Его покинула землю, эту планету, и Он вознесся в облака к Отцу. Таковы Его последние слова. В Америке или на английском языке мы говорим «Последние слова запоминаются навеки». Последние слова любимого человека запоминаешь навеки. Это последние слова. Мы любим этого человека. Соответственно, мы слышим то, что Он говорил и помнил. Помним это. Кстати, Он будет говорить и другие слова. Христос будет говорить и другие слова в Деяниях Апостолов. Например, Он обратится лично к Савлу из Тарса. Стефан увидит его в седьмой главе Деяния Апостолов. Он будет говорить слова в Откровении Иоанна Богослова. Павел будет цитировать слова, которые Господь Иисус Христос сказал, обращаясь к Нему. Но с точки зрения Его служения в воплощении, служения воплоти, вот это последние Его слова, а значит и особенно важные слова. Вы примите силу, говорит Он. Знаете, меня интересует духовная сила. Меня очень интересует духовная сила. Я вам уже говорил о том, что жить по-христиански несложно. Жить по-христиански несложно. Жить по-христиански невозможно. Только один мог прожить христианскую жизнь. Имя Ему Иисус из Назарета. Только один может прожить христианскую жизнь снова. Имя Ему Иисус из Назарета. Христос в вас упование славы. Мне постоянно приходится встречаться с людьми, которыми особенно трудно бывает исполнять ту или иную заповедь. Они кого-то не любят, а надо любить. Или наоборот, они кого-то любят, а надо разрушить эти отношения. Может быть, это гомосексуальная любовь или любовь вне брака. Может быть, это прелюбодеяние. Или наоборот, может быть, вы терпеть не можете кого-то, кто с вами в одной церкви, например, вашего пастора. И христиан говорит, я не могу это сделать. Я никогда с этим не спорю. Я говорю, да, конечно, ты не сможешь, ты не можешь это делать. Я верю, что ты не можешь это сделать. На твоем месте я бы тоже не смог этого сделать. Но Христос это уже сделал, и Христос это и дальше делает. И Христос способен сделать это снова. Дух Святой приходит для того, чтобы явить силу Христову в нашей жизни. Христос совершил нечто для нас на Голгофском кресте. Христос способен совершать в нас свое дело при обращении нашем и после обращения, когда мы будем жить христианской жизнью. Сила Христа за нас, в нас и через нас. И Дух Святой и есть та сила, которая облачает нас во власть, которая укрепляет нас для того, чтобы нам жить жизнью Иисуса Христа, чтобы и дальше Иисус жил на этой планете, на этой земле, через каждого из нас в силе Святого Духа. А теперь я скажу вам очень непопулярную вещь, пожалуй, самую непопулярную во всей христианской вере. Пожалуй, в это сложнее всего верить и сложнее всего практиковать. Но вы готовы услышать? Послушайте. Вот это сложнее, тяжелее всего понять и исполнять в христианской жизни, в практической христианской жизни. Послушайте. Самый лучший путь, гарантированный путь к духовной силе, гарантированный путь к духовной силе, возможность ближе всего прийти к гарантии того, что у нас будет духовная сила, этот путь ведет через отвержение, через отказ от всякой другой силы, через то, чтобы отвернуться, сказать «нет» всякой другой силе. Мы не хотим никакой другой силы, в том числе и особенно силы или власти денег. Это нелегко. Лучший, наиболее гарантированный путь к духовной силе состоит в отказе, отказе, отвержении, и когда мы говорим ей «нет», я отказываюсь, я активно отрицаю, отвергаю. Итак, лучший путь к духовной силе заключается в том, чтобы отвергнуть всякую другую силу, в том числе и силу финансов, силу денег. Дух Святой придет, чтобы дать нам силу, и придя к нам, Дух Святой наполняет нас. Когда Дух Святой наполняет нас, ни для какой другой силы места уже не остается, потому что Дух Святой нас наполнил. Я вам говорил о том, что этот стих важен по целому ряду обстоятельств, по целому ряду оснований. Это последние слова Иисуса Христа, эти слова говорят о власти, о силе. И чтобы хоть что-то совершить в христианской жизни, мы должны иметь силу, потому что мы-то слабые. Мы не просто не способны исполнять заповедь Иисуса Христа. Мы не способны сами по себе даже захотеть исполнять заповедь Иисуса Христа. Мы не просто не делаем. Мы даже не хотим этого делать. Кто из нас хочет отказаться от финансовой независимости? Кто из нас по доброй воле, по своей воле, выберет силу Духа Святого, отказавшись при этом, например, от силы здоровья и молодости? Или от силы личной свободы? Иосиф отдал личную индивидуальную свободу, отдал свою семью. Он всем этим пожертвовал. Все это было отнято у него для того, чтобы дать ему высшую силу искупления для собственной семьи и для всей страны. Но сначала его нужно было лишить всякой другой силы, всякой другой власти. И только потом, только после этого, Бог мог дать ему силу, которая была необходима для того, чтобы он стал искупителем в стране, в земле египетской, чтобы спасти мир сначала физически, а потом свою семью также духовно. Видеосеминария ТВС – благотворительный проект. Наш общий вклад обеспечит доступное христианское образование и формирование сотен служителей по всему миру. Поддержите наш проект молитвой и финансами. О чем молиться и как пожертвовать вы можете найти на сайте www.tvseminary.com Деяния 1.8 Это место, стих, важен также, потому что в нем перед нами краткий план всей книги Деяния апостолов. Но вы примите силу, когда сойдет на вас Дух Святой, и будете мне свидетелями в Иерусалиме, и во всей Иудее, и Самарии, и даже до края земли. В книге Деяния апостолов с 1 по 7 главы повествует о свидетельстве Христа в Иерусалиме и в Иудее. Деяния глава 8 о свидетельстве Иисуса Христа в Самарии. С 9 до 28 главы о свидетельстве Иисуса Христа до края земли, до самых удаленных мест на этой земле. Так что, вот вам и план книги. План всей книги Деяния апостолов в 1 главе 8 стихе. И здесь снова повторяется великое поручение. Снова повторяется миссионерская заповедь, данная церкви. Вы не будете только иудеями, вас не будет волновать только ваше иудейское царство здесь, ваша миссия ко всему миру. Кстати говоря, в семинарии, в которой мы учились вместе с Адамом, есть известный преподаватель. Его зовут Хауард Хенрикс. У него есть известный курс и очень известное легендарное задание. Это легендарное задание ожидают все студенты, которые проходят через этот класс и с ненавистью даже думают, с ужасом думают об этом задании. Тогда мы узнаем об этом задании даже до того, как поступить в семинарию. Это курс изучения толкования Библии. И вот в первый же день доктор Хенрикс говорит нам, идите домой и напишите 25 наблюдений по деяниям 1.8. 25 наблюдений по деяниям 1.8. И мы говорим, нет, ну как, где же мы 25-то возьмем? И сидим часами, часами, мы перечитываем этот стих, и в конце концов у нас появляется 25 наблюдений. И мы так гордимся собой, мы приходим на следующее занятие, а на следующем занятии получаем следующее задание. Сделайте еще 25 наблюдений по деяниям 1.8. И мы говорим, слушайте, вы шутите? Это как, он на нам издевается вообще? Что мы еще здесь можем в этом стихе увидеть? Может быть, мы вообще к служению не призваны Господом? Может быть, мы вообще не на своем месте? Может быть, зря в семинарию поступали? Может быть, нужно было взять какую-то работу полегче? Мы идем домой, и мы пишем еще 25 наблюдений по деяниям 1.8. А потом мы возвращаемся на занятия, и мы чрезвычайно горды собой, мы считаем себя величайшими учеными-бублиистами, мы считаем, что нам нужно сразу же присудить кандидатскую и докторскую степени. А доктор Хенрикс говорит нам, теперь идите домой и напишите еще 25 наблюдений по деяниям 1.8. Я даже позвонил в армию Соединенных Штатов Америки и говорю, слушайте, возьмите меня в армию, я в армию хочу, на войну меня отправьте, не хочу больше в семинарии учиться, в армии легче будет. Зачем это делает доктор Хенрикс? Да потому что в деяниях 1.8 скрыто множество того, чего мы не видим, и об этом мы будем говорить после перерыва. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова